Докажи что-то лучше в интернет-цивилизации, в миру видите, кто круче, наш шоу «Авторизация», «Авторизация». Шоу «Авторизация»! Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый день! С вами шоу про интернет и для интернета. Сегодня мы подготовили для вас интересные вопросы и, конечно же, очень классные ответы. Развлекайтесь, развивайтесь вместе с нами. Шоу «Авторизация» и мы начинаем! Ну а теперь пришло время познакомиться с нашими прекрасными суперзвездными гостями. Роман Попов! И Константин Моцелев! Роман, здравствуйте! Представьте, пожалуйста, вашу команду, расскажите про них немножко, что это за люди. Кем они являются для вас? Любознательный факт заключается в том, что раньше я жил в Сочи. И с Владом, да, это Влад, хотя по нему и так понятно, что он из Сочи, по нему не совсем понятно, что он Влад. Владислав из Сочи, мой давнишний друг, а это его друг, с которым он меня познакомил в свое время, Григорий. Оба этих человека являются абсолютными доками продукции компании Apple, в сервисах, в основном, в общем, все, что нужно касаемо Apple. Если что, чертни телефончик, потом... Здесь будет номер... Обязательно. Сервис. Да. Поэтому за интернет отвечаю я. У вас же полуинтеллектуальное шоу, да? Полуинтеллектуальное. Полуинтеллектуальное. Поэтому полу это я, а интеллект, конечно же, по правой руке от меня. Отлично. Давайте придумаем название вашей команде. Апартнет. Апартнет? Апартнет. Вот это очень умно. Апартнет – это самая первая интернет-сеть про образ интернета, который появился в далеком-далеком... Не буду говорить, в каком году. Друзья, мои аплодисменты. Ну что ж, я могу не дать еще. Это геймпо. Привет. Непон, ты готовился, что ли? К этой программе. Или что? А ты на док-шоу ехал, да? И мы переходим к команде Константина Молосаева. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Витя. Здравствуй, дорогой. Где красит? Скажи мне, пожалуйста. У меня жена покрасила. А, хорошо. Во время самоизоляции. Чем еще заниматься во время самоизоляции? Класс. Расскажи, пожалуйста, про своих гостей. С кем сегодня пришел? Это ребята. Супер. Нет, на самом деле, давайте. Это Дима, это Паша. Ребята, с которыми я в последнее время часто вижусь. Потому что мы вместе. Я, я вообще начинаю сейчас в стендап-коме. Представляете? У меня новая эпостась. Поэтому это ребята, которые вместе со мной. И, точнее, мы, я вместе с ними. Короче, мы начинаем двигать один небольшой стендап-проект. И вот с ними я часто вижусь. Поэтому я решил взять их. Потому что с остальными я мало контактирую. В этих я уверен, а то вдруг еще заражусь. Поэтому, ребята, вот с ними нормально. Супер. Они на меня уже дышали. Поэтому сейчас несложно их с собой взять. Насколько был близкий контакт. Ну, вот такой пример. Да. Отлично. А название команды придумали? Давайте придумаем. Давайте. Например. Например. Отличное название. Команда, например. Давайте, есть предложение. Дима, давайте Диме дадим слово. Он не понимает ничего. Привет. Где вы? Это камера. Смотрим, смотрим в камеру. Ребят, я ничего не понимаю. Поэтому. Назову привет маме. Мам, привет. Ну, сойти же, наверное, да, должно быть что-то связанное. Я вообще-то работаю в электронной торговой площадке. Там я зарабатываю деньги. А юмор это вот, ну, когда сидишь. А юмор это не твоё. Да, юмор это не моё. Это то, чем я на самом деле заработал. Как мы будем? Пар. А почему я? Я? Ты главный. Я теперь главный, да? Artnet против. Как? Artnet. Artnet. Мы будем. Мы будем. Скайнет. Мы будем. Арда. 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 Арда? Арда? Арда. Арда против. Апартнет. Ребят, вам надо было что-нибудь из детских пионерских лагерей. Знаешь, команда смелости. Вот такие. Ромашка. Ромашка. Нет. Давай мы будем сборную Лайнус оторвается. Как тебе? Я не буду говорить. Попробуй. Попробуй, братан. Лайнус оторвается. Лайнус оторвается. Это вот, да. Сборная. Ох, будем много перезаписывать. Да наживай как хочешь. Лайнус оторвается и все. Сборная Лайнус оторвается. Да. Это мы. Сборная Лайнус оторвается, друзья. Арда. Сборная Лайнус оторвается. Отлично. Ну что ж, перейдем к нашим правилам. Три раунда. За победу в каждом раунде команда получает два балла. Проигравшая в раунде команда получает наказание. Если команда выполняет наказание успешно, то зарабатывает один балл. Первый раунд. Вот это шутники. Десять вопросов. Каждая команда отвечает на свой вопрос по очереди. Если команда ответила неправильно, у нее есть возможность отшутиться. За смешной ответ можно получить 0,5 балла. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Представляете себе? Не наименьшее, а наибольшее. Кто решает, смешной ответ или нет? Я определяю. А у тебя есть чувство юмора? Нет. Поэтому будет сложно. Ну что, давайте попробуем. Готовы? Да. С кого первого начнем? Нет. Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Когда было зарегистрировано первое доменное имя? 1969 год, 1985 год или 1994 год? Думаю, второй. Есть время подумать? Похоже. Вы знаете, что такое доменное имя? Для начала давайте поднимемся. Да. Что это? Ну, например, точка ком. Ну, порнхаб точка ком. Или авторизация точка рэ. Потому что ра-си-я. Ра-си-я. Кто до нас здесь был? Губерниев? Ну что, ваш вариант такой? Мы предполагаем, что первое доменное имя мой ровесник 1985 года. Давайте проверим. И это правильный ответ! В 1985 году! Ваши громкие аплодисменты! Другие даты тоже имеют отношение к интернету. В 1969 году была создана первая сеть, связывавшая четыре компьютера в одном помещении. Из которой потом родился интернет. В 1967 году, в 1969 она официально была представлена. Но эти данные... Альтнет? Да. Да, в 1994 году был делегирован российский домен RU. Суперски. Давайте поаплодируем, друзья мои. Вы заработали свой балл абсолютно честно. Классно. Переходим к команде... SolarLearn. Да? Да. Приготовились, внимание на экран. Какого домена верхнего уровня не существует? Net, Сколково, Online, Museum, Moe. Либо Сколково, либо Moe. Давайте подумаем. Так вы думаете. Ну, Moe, это я знаю, что есть в Симпсонах таверна у Moe. Классно. Логично. Это если правильный ответ будет, начисляем бальчик, я считаю. Не должно существовать Сколково. Почему? Но оно же как бы типа существует все равно, да? Это мы в глобальном... Послушайте, послушайте. Официальная версия, что Сколково существует. Официальная версия, что Сколково вроде существует, но его как бы никто не видел. А тут как бы вот тоже я его не видел. Официальная версия закончилась, и так? Moe. Moe. Да. Вы уверены? Нет. Финальный ответ? Да. Отлично, давайте проверим. Ответ домена верхнего уровня Сколково не существует, друзья мои. Фонд Сколково подавал заявку на регистрацию доменного уровня своего имени, но отказался от нее. Да. Ну 0,5 мы получаем, да? А за шутку про... Да вообще. А вы можете сейчас еще шутку начать? Нет, ну серьезно. Ну вот Сколково, Сколково. Нет, мне Сколково... Сколково, Сколково. Отлично. 0,4 балла команде Solar Horn. Ну ладно. Можно поаплодируем, друзья мои. Я думаю, за такую шутку точно нужно... Ну не знаю. Переходим к следующему вопросу. Готовы? Будьте любезны, да. Апартнет. Специальный вопрос для вас. Дальновидные бизнесмены хорошо представляют себе ту выгоду, которую им дает владение красивым доменным именем. Поэтому доменные имена, зарегистрированные в то время, когда они не пользовались большим спросом, перепродаются за большие деньги. Назовите один из самых дорогих доменов, проданный за наибольшую цену из зоны com. Давайте подумаем. Да, у нас есть минута, да? Конечно. Алло, бабушка? Как есть? Com. Ну, соответственно, что-то должно заканчиваться на com. Классные кольца. Когда был домен top, да, я зарегистрировал коммутатор, коммутатор. Заканчивается на com. То есть, а перед этим хоть и слово. Я помню, home.com уходил за очень большие деньги. Но AOL, он всю жизнь был AOL, American Online. Я думаю, что ком. Ком-ком. Ком-ком? Да. Итак, ваш ответ. Есть предположение, что это те же три латинские буквы. C, O, N. Ком-ком. Давайте посмотрим на правильные ответы. Давайте. Секс-ком! Порн-ком. 9 миллионов долларов. Фан-ком. 10 миллионов долларов. Хотелс-ком. 11 миллионов долларов. И секс-ком. 14 миллионов долларов. Ну как же вы не подумали про секс? Я не был ни разу на этом сайте. Это не то шоу, где ты думаешь про секс, Виктор. Понимаешь? Странно. Особенно в компании этих парней. И тут радуга. И тут радуга сзади появилась. А вот здесь YouTube нас и заблокирует. Да? Хорошо. Ну что, переходим к следующему вопросу. Да. Без учисления 0,1 балла. Нет? As you wish. 0,1 балла. Засчитаем команде Apartnet. За какую версию я прослышал? А, ну просто попросили я. Не, ну по-братски чисто, да? Не, ну если по-братски. Кстати, это тоже вариант, это работает. А, яичкачка. А что значит вообще отшутиться? На целых 1 десятых. Ты уже отвечаешь на вопрос. Ну человек сказал. После этого ты думаешь, я и приеду. А теперь отшутись. Ком, ком, ковар, ков. Мы получили 0,5 балла за это. Примерно этой же идеей возникли на моих девочках за шоу. Все, наиграем наш вопрос. Такое шоу, давай. Приготовились. Четвертый вопрос. Внимание на экран. Какое наименьшее количество букв может быть в доменном имени, не считая точки? Пример, авторизация точка РФ. Это доменное имя. Ну вообще две. Я знаю самые короткие, это Яру. Яру? Да, Яру. А сколько там букв получается? Две. Я. Нет, подожди, после точки еще две буквы. Они считаются? Да, подожди. Допустим, какой-нибудь там. Эйком, не может? Нет, две после точки тоже считаются, Паш. Получается 4. 2 плюс 2 равно 4. Паша, мы не такие умные, как наши оппоненты. Я думал, мы это знаем. Четыре, да? Четыре. Четыре буквы. Четыре. Патро. Это неправильный ответ. Четыре. Давай рифму, рифму. Растабыри. Ну и целый 50-х. Давайте посмотрим правильный ответ. Правильный ответ 3. Самый короткий домен g.cn. Или китайский Google. Китайский Google это правильный ответ на все. Все, приготовьтесь, в следующий раз забирайте. Просто интересно. Нет никакого китайского Google. А Google нет в Китае же. Допустим. Люди зарегистрировать одну букву на название домена? Нет. Нет, первой буквой? Да. Да. Все? А почему нет ни одного точка ру, какого-нибудь А точка ру? Не знаю, может быть невероятно дорогие. Или С точка ру, типа Сру. Вот так. И это было бы хорошо. Братан, я пытался зарегистрировать. Ты пробовал? Правда, нельзя. А что ты хотел размещать на этом сайте? Ну там есть. Фотки. Контент. Отлично. Как я их называю, какафоты. Мы переходим к команде Apartnet. Вы готовы, ребята? Да. Отлично. Внимание на экран. Вопрос номер пять. Какой из ресурсов имеет отношение к изучению иностранных языков? ef.ru, catacademy.com, sololearn.com. yourenglishaccent.com. Спасибо. Я не думаю. Школа английского языка авторизация. Рома. Да. Нет, нет, ничего. А сколько тебе платят за то, что ты каждый раз говоришь слово авторизация? Очень мало. Поэтому авторизация. Лучшее шоу в интернете. А у тебя как сделка? Адельная в смысле? Сколько сказал, только заплатят. За каждое слово, да? По копеечки. Хотя это лодер. Ну что? Вы так тихо переговаривайтесь. Да. Чтобы ты не подслушивал. Все логично. Либо два, либо три. Делай выбор сам, мы тебе доверим. Хорошо. Окей. Мы предполагаем, что это вариант два. Cat Academy. Cat Academy. Это неправильный ответ. Тогда это SoloLearn. Тогда это SoloLearn. Это правильный ответ. И забавный. Что, зачем забавный, когда мы забавно выкрутились в самом конце и хотя бы 0,5... 0,5 балла! Компания. Компания. Внимание на экран, правильный ответ. SoloLearn. Сайт о языках программирования. Мы сегодня знаем много интересного, друзья. У нас шоу не только развлекательное, но и познавательное. То есть это где-то, по-твоему, может пригодиться? Конечно. Прошло. Заходите ли вы, например... Кстати, это не наш спонсор. Заходите вы, например, изучать языки программирования? Пожалуйста. Потом пересмотрите шоу, перемонтируйте, как вам понравится. Вот тебя спросят в темном переулке человек с ножом. Сайты языка программирования или вилкой в глаз? Да. SoloLearn или вилкой в глаз. Что-то ты будешь отвечать? Так. У вас в Сочи так. У нас повсеместно. Переходим к вашей команде. Давай. Готовь. Давай. Команда... Кстати, я все время называл вас SoloLearn. Да? Так что... Давай. Переходим к вашей команде. Какой из ресурсов не имеет отношения к путешествиям? GoodManProject.com Черепаха.ru Turbina.ru Smorodina.com Smorodina! Погоди. Smorodina! Smorodina.com Серега Гореликов. Нет? Турбина? Это не его сайт? Нет. Это подкол. Типа, любому тебя подкалывают, нет? Короче, черепаха это страховки, путешествия. Turbina. Turbina, возможно, продают билеты на сомолете. Мы два балла сейчас заберем, потому что в GoodManProject по-любому не имеет отношения, потому что его нет. Давай один балл заберем, что будет первый. Ответ? Один. Один. А! GoodManProject.com Это правильный ответ! Аплодисменты! Абсолютно верно. Черепаха, сайт по-другому страховок. А Turbina.ru И Turbina, ну здесь ошибка. Там ошибка или здесь ошибка? В сайтах путешествиях по России. Мы уволим сценариста Николая. Да. Нет, наборщика. Сценарист, кстати, я. Переходим. Переходим к вашей команде. Внимание на экран. Основная мысль для ресурса www.scarymommy.com Ужасная мамочка. Родители не обязаны быть идеальными. Папа сможет. После трех поздно. Узнать своего подростка. Современные косметические средства позволяют даже сверхзанятой маме выглядеть молодо и эффектно. Я как отец троих детей могу быть убежден. Я обычно историю браузера чищу, когда про ужасных мамочек. Я думаю, что это форматировано. Помнишь, Килл Близ был? Я думаю, что это примерно такой же формат. Я тоже думаю, что... Мы думаем, что... Первый вариант. Первый вариант. Правильный вариант. Ты знаешь? Это правильный вариант. Ребята, когда мы уже перейдем на эсперанто, почему все на английском говорили? Единственное, которое я учил в школе. Ну что, переходим к вашей команде. Итак, вопрос номер восемь. Есть такой. Какой из сайтов не имеет отношение к торговле швейными принадлежностями? Игла.ру, текстильторг.ру, мэджик.ру, на игле.ру, шкатулка.рф. Не мэджик, а мэджик, а мэджик. На игле про наркотики? Там туториалы. Лайфхаки. Видеоуроки в зуме. Варим ханку легко и просто. Мне кажется, там молодой Абиван Кеноби в этом фильме. Нет? Юн на Грегор. Он себе вкалывал медихлориан. Так, тихо, вся. Отвлекаешь нас. Давай номер четыре отвечать. На игле, если он продает что-то с швейным принадлежностями, у него по-любому трафик левый все время заходит. И у них дела идут не очень. Ну так, ваш вариант. Ну давайте вариант четыре на игле. И это абсолютно верный ответ. Наигле.ру. А сайт с товарами для татуажа и тату? Где он находится, этот магазин? Я поехал. Этот магазин по 228. В данном случае в интернете. Прикинь. Он, скорее всего, где-нибудь в Челябинске. Уровень креатива всегда такой. Здесь нужно дать отбивку из шнура. Переходим к вашей команде. Канадский сайт. Подождите, это девятый вопрос? Да. Благодарю. Пожалуйста. Потянул как мог, пацаны. Канадский сайт www.taxi.ca принадлежит. Первый вариант. Агрегатуру такси. Второй. Компании, сдающей машины в аренду таксистам. Третий. Международному рекламному агентству. Четвертый. Детскому саду. Я потом накидаю звук. Мы готовы к ответу. Так. Хотя не знаем. Ну, давайте попробуем. Спасибо. Мы убеждены, что слишком очевидно было бы связано с такси и машинами. Поэтому мы выбираем между третьим и четвертым вариантом. Мы предполагаем, что это вариант... Может быть, подожди. Третий. Может быть, третий. И это правильный ответ, друзья мои. Ваши аплодисменты. Это международное рекламное агентство с лозунгом. Мы верим, что небольшая команда профессионалов должна уметь управляться с множеством аспектов бизнеса. Ровно как один водитель может везти в своей машине столько пассажиров, сколько влезет. Это у них такой девять? Это? Что, победителя международного конкурса на самый длинный срок? Да, брат. Ты абсолютно прав, брат. И на этот вопрос правильный ответ дал сочинец. Столько влезет, пока не заполнится, не поедем. Окей, ну что, друзья мои, мы продолжаем. Итак, десятый вопрос. Мы переходим к вашей команде. Внимание на экран. Что такое сайт DurakTeksteel.com? Историческая подборка наиболее нелепых нарядов. Польский журнал, посвященный товарам красоты. Турецкая компания, торгующая одеждой. Турец три. Турец три. Почему так вы решили? Ну, да, потому что я хочу в Турцию. А почему так? Просто типа Турция вот это вот. Ну, там на пляж. Точно. Точно? Ты вот это что делаешь? А ты нам подсказываешь? А ты им так же делал? Ты так же делал? Зачем ты это делаешь? Я же как бы не надо. Итак, ладно. Ваш ответ. Вариант номер три. Турецкая компания, торгующая одеждой. Шутите. Что? А она тебя одела. Неправильный ответ. А где тогда ты одевался, а? Та-ра-та-ра-та. Та-та. Ладно, 0,4 балла. Ладно, 0,4 балла. Э-э-э, хорош. Итак, давайте проверим правильный ответ. Это международная реклама на... Ой. Тэ-рит. Он им подсуживает. Минус три балла. Нам один и четыре. Нам один и четыре. Плохой, Витя, минус три балла. А, один и четыре. Пожалуйста, может, не хребал? Один и четыре. Меня домой не пустят. Это абсолютно правильный ответ. Вы получаете балл. И еще 0,2 за то, что это был мой косяк. Правильный ответ. А еще 0,4 за то, что еще и пошутили. У меня вопрос. Ребят, я домой. Я вижу, что это все честно. Это турецкая компания, торгующая одеждой. Слово «дурак» в Турции означает не дурак, а остановку общественного транспорта. Польский журнал о красоте содержал бы в своем названии слово «урода». Итак. Браво. Переходим к подсчету баллов. Ваши аплодисменты, друзья. А скажите, польским проблемы какие-то с падежами? Урода. Что значит? Красота. Урода. Серьезно? Да. Но. 3,6 балла получает команда «Оппермэр». А 3,9 балла получает команда «Оппермэр». Ваши девушки аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем команду. Давайте, 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 давайте. Супер. Вы делаете наш контент. Спасибо вам большое. Ребят, ну а у вас не получилось, потому что я им начислил лишние баллы. Поэтому вам наказание. Внимание на экран. Давай. Итак. Пришло время выбрать себе наказание по вкусу. Судя по названиям, что вам больше нравится? Протрячки. Переписочки. Что-то попутал. GTHTTLB. Что-то попутал или протрячки, парни? Я думаю, да, ну… Ну что? Что-то попутал. Что-то попутал. Что-то попутал. Мы переходим к наказанию «что-то попутал». Наказание «что-то попутал». За 60 секунд участники должны переставить буквы в слове так, чтобы получить 3 правильных слова. То есть сейчас у нас на экране будет появляться слово с запутанными буквами, заданными наперед и так далее. Ваша задача посмотреть внимательно и дать правильный ответ, что там за слово. 60 секунд на каждое слово. Нет, 60 секунд на 3 слова. Это наказание. Ну, такое себе задание. Ну, давай. Да, окей. 3 правильных слова. Поехали. Roll up. Нет. Какое слово? Пароль. Правильно, пароль. Дальше. Рова. Аватар. Правильно. Дальше. Вышка. Правильно. Ну и дополнительные слова. У вас все равно много времени. Вирус. Ну и естественно. Абсолютно правильно. Ваши друзья. Аплодисменты. Бал. Бал. Битек. Наказал, так наказал. Нам достается бал, да? Да, вы получили бал. Спасибо. Ну, молодец. Это классно. Красавец. Второй раунд. Вот это у вас запросики. Задача команд угадать топ-10 запросов из популярного российского поисковика сервиса за последний месяц. Каждой команде дается по 5 попыток. Самый популярный запрос дает 10 баллов. Самый непопулярный – 1 балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам трех схваток. Наибольшее. Наибольшее. Есть вопросы? Что-то понятно? Вообще ничего не понятно? Нам в целом понятно. Мы делаем это по очереди, да? Да, по очереди. По 5 попыточки есть. Витя, это в твоем браузере были запросы. Там же есть история определенная. Не-не-не. В общем, дорогие друзья, есть Wordstat. Это такая штука. Вы туда заходите, вбиваете запросики, и вам в популярном поисковике… Который ты не можешь называть. Который называется на «я». Он тебе не платит. Да. А авторизация! Мы пользуемся альтавистой. Подожди. Вообще топ-10 в принципе… Нет, ну сейчас вы увидите. Давайте посмотрим. Первое слово. Купить. Какие популярные слова возникают с словом «купить»? Давайте начнем с… Да, можно как бы уже отвечать правильно. Роман. Благодарю вас. Роман. Ну, учитывая, что это достаточно актуальные должны быть запросы, то, скорее всего, в топ-3 входит «купить маску», «купить маску», «купить маску», «купить маску». Такого слова в нашем списке нет. Муак, 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 муак. Я не до конца понял все это слово. Тогда отвечу «я». Давай. А, значит, Павел отвечает. А я тебе так, Павел отвечает. Подписчикам. Нет, нет такого слова. Кто же не до конца понял? Я просто не занимаюсь. Думайте обширнее. Даю подсказку здесь. Можно у нас маленькое совещание? Здесь в большинстве своем не даже вещи. В большинстве своем даже не вещи. Даже не вещи? Есть там вещи. Купить путевку. Купить путевку. Ну или что-то подобное. Мы засчитаем. Купить билет. Есть такое слово? Это разные вещи. Может быть, в театр имеется в виду. Путевка в театр. Сан, ты ни разу не видел путевку в театр. Это лучшее турне в моей жизни. Серьезно. Давайте попробуем. Давайте. Старая путешествия. Давай. Айфон. Купить айфон. Нет такого у нас. Тебе лучше мы не даем слово. Русский народ. Такие запросы не вставляют. А это запрос за какое время? Какая страна? Да, последний месяц. На настоящий момент. Серьезно, никто вам маску не спрашивал? В России. Готовы? Нет. Да. Купить антисептик. Нет. Ой, уходи. Короче, последний месяц, Рома, никому нахер не нужны уже ни маски, ни антисептики. Три месяца назад. Так, последний месяц. Не вещи, не вещи. Места, возможно. Возможно, что-то. Возможно, когда вот вы выбиваете? Не места. Купить остров. Нет, ты что, гоню? Это не вариант. Нет. Тут не надо сшутить. Все, стоп. Тут не надо сшутить. Да ты уже два раза пошутил. Так. Все, нахер он меня сбил. Купить. Давайте, давайте, давайте. Накидываем. Три. Не на корову играем, ребят. Название самого умного в интернете. Шоу авторизации. Шоу про интернет и для интернета. Название самого умного. Да, блядь, Паша, отвечай на вопрос. Не переживай. Так, ладно. Мы думаем. Точнее, я думаю. Я не знаю, как они думают. Мы тоже думаем, просто у нас нет вариантов. Да. Люди. Так. Купить людей. Последний месяц. Очень актуально было пару веков назад. Да он сказал, в России в последний месяц. Купить дачу. Да какую дачу? Кто тебе дает слово? А мы зачитаем. Дать что? Купить дом. Есть такое слово. Дом есть. Переходим к вам. Это был наш вариант, поэтому дайте нам время. Конечно. Мы можем обсудить. Давайте слуху размышлять. Я буду подсказывать. Не надо. Ты как хотите? А можно было, да? Да. Черт. Жаль, что уже нельзя. Спасибо, Виктор. Купить недвижимость. Купить недвижимость. Да, мы все туда входит. Квартира, дом, дача и так далее. Нет, мы не можем. Тогда квартиру купить квартиру. Абсолютно правильно. Есть такой вариант. Купить квартиру. Айфон им не нужен. Тыкинь, так можно лучше. Айфон им не нужен. Нам нужна квартира, дом. А, так мысль. Тебе не удастся сплавить твою трубу, успокоить. Машину нет такого варианта. Финальные вопросы давайте. По финальному варианту. По финальному варианту. Да, накидываем. У нас еще три схватки, ребят, не переживайте. Мы еще разгонимся. Нет, мы переживаем. Мы тут соревнуемся. Название самого умного в интернете. Мама посмотрит выпуск. Уже две минуты, как соревнуемся. Тут либо купить продукты с доставкой, либо смешной вариант. Какой? Купить диплом. Купить диплом. Неплохо? Нет. Переходим к вам. Раба. Раба. Купить раба тоже неплохо? Нет. Итак, давайте посмотрим топ 10 этих слов. Купить квартиру 9 баллов. Купить дом 8 баллов. Где купить? 7 баллов. Купить в СПБ 6 баллов. Авито купить 5 баллов. Купить недорого 4. Купить БУ 3. Купить цена 2. Купить билет 1. Короче. Да. Мы их отб***ли? Нет, они выиграли. Почему? Ну потому что у нас 9 плюс 1 у нас 10. Ну что, мы продолжаем схватка 2. И у нас слово снег. Итак, начнем с вашей команды. Желтый. Снег желтый. Нет такого. Нет. Так мне это. Люди, просто задумайтесь, люди вбивают. Желтый снег посмотреть, правильно? Или купить. Или что-то сделать. Тут такие ответики вам понравятся. Купить снег обычно в Даркнете же, нет? Есть вариант с предыдущим заданием. Купить снег. Купить снег. Нет такого. Но они плохо, ребят. Думаем в ту сторону. Здесь бред. Ты не снимал новогодние фильмы среди лета, чувак. Да, это я понимаю. Я тоже актер. У Алсу песня есть. Снег мы... Сочи, Красная Поляна. Сочи, Красная Поляна. Снег. Снег, Сочи, Красная Поляна. Нет такого у нас. Так, все, людям снег. Так. Снег в июне. Снег в июне. Неплохо, но нет. Давайте подумаем, что снег. Падал, прошлогодний снег. Давайте подумаем об обчинении. Снег. Это же не только как бы снег в виде снега. Это же еще снег и не в виде снега, а другой снег. Сириус. Северус. Северус снег. Миссирус. Косикус снег. Северус снег. Северус снег. А это их вариант был. Вы что, подождите. Подождите, подождите, посоветуемся хотя бы чуть-чуть. Вы что, вы крикиваете? Так. Что? Он сказал. Искусственный снег нет такого. Давайте так. У нас закончились вариантики. Подождите. Одну секунду. Одну секунду. Если мы обсуждаем, что гуглит Билан со словом снег. Ну да. Очевидно. Нет. Давайте сейчас так. Сделаем для этого раунда специальные условия. Накидываем слова, пока каждой команде не получится по одному баллу. Давайте. Какие есть варианты? Снег. Это же не только снег. Тает снег. Снег из ваты. Тает снег. Нет. Тает снег из ваты. Снег холодильник. Снег холодильник. Подумайте еще. Снег. Чем можно еще назвать снег? Снег. Что такое? Ну что такое? Ну что такое? Ну ты знаешь. Я знаю. Зачем это? Зачем это говорить с экрана? Такого я-то нету. Знаете бы купить снег, прошел бы. Закладки со снегом. Снег сделай. Сделай снег. Сделай снег. Нет. Снег. Давайте представим, что снег, это в Москве, это творчество. Снег в Москве. Нет. Снегоуборочное, нет. Фигуры из снега. Давайте представим, что снег, это некое творчество. Его надо смотреть. Снег Киркоров. Снег Киркоров. Нет, но рядом. Хорошо. Что значит рядом? Снег и Киркоров всегда рядом. Может быть, это песня какая-то? Песня. А что можно было бы убить в запросе? Песня снег, есть такой запрос у нас, друзья. Песня снег, уууу. Песня снег, один балл у вас, и теперь поехали. Если снег это песня, то что еще можно с ней делать? Снег скачать без регистрации. И это правильно, скачать снег. Есть такое у нас. Что самое забавное, вы говорили желтый снег, а никто не сказал белый снег. Белый снег. Теперь неплохо. Давайте посмотрим на правильный ответ. А, может быть, снег кружится. Смотрим правильный ответ. Я говорю, падал прошлогодний снег. Мы готовы еще были дать варианты? А по одному баллу нету просто. Итак, сквозь снег, никто не сказал, белый снег никто не сказал. Песня снег, 7 очков. Смотреть снег. Снег онлайн, фильм снег, снег сериал. Скачать снег. Три балла у вас. Мы переходим к третьей схватке. Готовы? Да. Полетели, третья схватка. Продать. В Москве. Нет, нет, нет. Это неправильный ответ. Квартира. Квартира. Продать квартиру? Да, отлично. Аплодисменты. Машину. Продать. Да, есть такое слово. Продать машину. Переходим к вашей команде. А партнер. Ну, учитывая события в стране и в мире, продать все, конечно, был бы вариант, но... И уехать. Чтобы хоть как-то спасти. Но в данном случае... Продать айфон, смартфон или что-то подобное? Нет. А? Диджитал гаджеты. Переходим к вам. Дорого. Продать дорого. Это интересно, но... Я бы так. Продать дорого. Продать быстро. Но нет. Вспоминаем первый раунд. Первый раунд. Может быть, мать? Дом. Продать дом, это правильный ответ. Отлично. Переходим к вам. Авито. Нет, продать Авито нет такого варианта. Купить Авито есть. Переходим к вам. Продать собаку. Зачем? А ты не знаешь события, связанные с карантином? Это очень актуальный бизнес был. Актуалочка, снизу будет ссылочка. На шутку, чтобы зрители поняли и посмеялись. Нет. Родину. Ну что вы все. А, что? Россия! Россия! Матч ТВ по тебе плачет, конечно, ведь. Продать... Продать... По последнему варианту. Доллары. Доллары? Ну, валюту. Продать валюту. Доллары, евро. А так, продать валюту нет. Но рубли точно никому не нужны, поэтому... Девственность. Отлично. Но нет. И мы переходим к правильным ответам. Внимание на экран. Продать квартиру. 10 баллов. Был такой ответ. Купи-продай. 9 баллов. Не было продают ли. Не было где продают. Не было продам дом. Витюш, прости, что перебиваю. Где слово продать? Квартир и сел. В этих девяти вариантах. Восьми, да. Вот какие продают. И слово продать. Для тебя тождественное, да? Кстати, вон машина. Машина была, да. А мы ее засчитали. Ребят. Машину я засчитал. Ребят, 210 тысяч, 293 варианта. Продать алкоголь. Я не мог. И в этом раунде команда Апартнет получила 29 баллов. Вау. А команда Шоннерн получила 18 баллов. Класс. И аплодисменты. Вы победили в этом раунде. Вы получаете 2 балла за победу в раунде. А мы переходим, ребят, к наказаниям. Да. Да. Мы хотели вот выбрать наказание, которое называется GTHTDTLB. Потому что это больше всего похоже к нашему названию команды. Обратительно. Ну что ж. Наказание GTHTDTLB. Мое любимое наказание. За 60 секунд участники должны перевести 4 слова, которые напечатали, забыв переключить английский язык на клавиатуре. Три. За 60 секунд. Да. А вам 4. Ну что, поехали. Время пошло. Первое слово. Да что, блин. Вот так. Это очень сложно. Д. Да. Первую букву берем. Диск. Диск правильно. Диск. Я всегда мечтал изобразить дураку. Я вообще не могу находить эти буквы. М. Да. Та. Мрн. Мон. Мон. Монитор. Монитор. Да. Следующее слово. А. Флешка. Правильно. Следующее слово. Трафик. Трафик. Абсолютно верно. Аплодисменты. И команда GTHT GTLB получает 1 балл за наказание. Выучи наше название, пожалуйста, к третьему конкурсу. Хотя бы. Лайнуса. Лайнуса. Команда. Лайнуса. Торвальдса. Торвальдса. Торвальдс. Лайнус Торвальдс. Мы приступаем к третьему раунду. Раунд подстава. 8 вопросов, 8 тем. Команды выбирают тему противникам по очереди. Если команда отвечает неправильно, противники могут ответить на этот вопрос. Итак, так как ваша команда проиграла в прошлый раз. Я предлагаю выбирать им вопросы, связанные с женщиной. Почему это? Это просто, просто шоу. Давайте посмотрим темы наших вопросов. Связанные с женщиной, вот. Итак, темы наших вопросов. Тема компьютеры, события, значение слов, пристрастие, видеохостинг, защита информации, мобильная связь и компьютер и общество. Ну что же, мне кажется... Как вы думаете, в чем не разбираюсь? Значение слов, это замечательно. Ты думаешь, они в значениях слов не разбираются? Не знаю, пока. Я думаю, что пристрастие. Пристрастие? Пристрастие. Да, пристрастие. Давай, да. Пристрастие. Отлично. Мы переходим к вопросу пристрастия. Допрос пристрастии. Правительство Китая планирует открыть 250 исправительных лагерей для подростков. В уже существующих лагерях царит армейский дух. Занятия проводятся бывшими военными. Строжайшая дисциплина, много физических нагрузок и рутинных бытовых обязанностей. Помогут детям. От какой зависимости лечат в подобных лагерях? И отвечает Григорий Гриша. От игровой зависимости. Игровая зависимость. Вы уверены? Да. Да. Точно? Точно. Я так не смогу глазом сделать, но точно. А это неправильный ответ. Мы приходим к вам. Мы знаем, что. Не успеваю. Поэтому, ребята, в этой херни не верьте его. Мы можем ответить. Это значит неправильный. Мы можем ответить, чего и хочет. Ну, если Китай, то это, наверное, от опиума. Но вряд ли это правильный ответ. Вообще, собственно, да, мы можем от общих рассуждений. То есть там коммунизм они хотят послушать, а не получают. А почему-то это все связано все-таки с каким-то... А мы же, в принципе, от интернета? От интернета. В зависимости от интернета. Есть же интернетозависимые. Может быть... Либо ТикТок, либо интернет. Нет, может быть... Виталий, послушайте, послушайте. Давай, послушайте. Может быть, кого там ловят за просмотром. Зампринешенного ютуба. Ай-яй-яй. Или какие-то вы изобретены шутки. Не дружественного им рутуба. От сетевой зависимости. Интернет-зависимости. Не игровая, а интернет-зависимость. Это правильный ответ. Интернет-зависимость. Ваши аплодисменты. Потому что что? Шоу про интернет. Для интернета. Мы боремся с названием самого... Авторизация. Авторизация. Итак. Про интернет. Они про игровые. О, вот так лучше видно стало. Итак, уважаемая команда Апартнет. Мы переходим к вам. Выберите тему для ваших оппонентов. Значение слов. Значение слов. Я тоже хотел бы это предложить им. Итак. Переходим к вашей команде. Какое из перечисленных понятий не имеет отношения к интернету? Тема года. Слово года. Импакт-фактор. Большие данные. Чат-бот. Давайте исключением двигаться. Чат-бот. Точно интернет. Бигдата. Большие данные. Точно интернет. Интересно. Импакт-фактор. Ну, что-то модное. Наверное. Это что-то, мне кажется, спорнувся одно. Нет. Что же вы такое же говорите? Сделай мне импакт-фактор. Плассов лучше. Импакт. Импакт. Это так? Происходит. Через сувенирную лавку. Так, нажмите. Там же вообще тема года и слово года. Что такое? Я знаю песни года. Где-то в пусковиках у них, наверное, есть. Они там вводят, там, Яннесов, вводят слуху. И так. Время закончилось. Ваш ответ? Нет. Что? Какое слово лишнее? Тема или слово? Импакт. А-а-а. Давайте выберем импакт-фактор. Потому что мы хрен знает. Что это такое? Тема года. Что? Отлично. Импакт-фактор неправильный ответ. Переходим к вам. Это слово года. Абсолютно верно! Это слово года. Это акция, проводимая в разных странах для выявления наиболее актуальных, популярных и значимых слов и выражений. Слово выбирается экспертным советом или с помощью общественного опроса. С 2007 года проводится в России. Так. Давай, мы выбираем им... Да. Тему. Мутную. Тему. Мутную самую. Давайте подставу сделаем им какую-нибудь. Какую? В чем они не добираются? События. Смотрите внимательно на эти лица. Какие события? События. События. Типа, события пришло по АПИ, да? Вот это они выбирают. События? Выбрали, да? Все, да, переходим. События. Яндекс в 2019 году предложил 5 событий, вызвавших наибольший интерес. На экране перечислены 6 пунктов. Выберите лишний. Первое. Выборы на Украине. Второе. Пожар в Соболе Парижской Богоматери. Третье. Митинги и протестное голосование в Москве. Четвертое. Катастрофа. Суперджет 100 в Шереметьево. Пятое. Ажиотаж вокруг зоны 51. Шестое. Евровидение 2019. Митинги. 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 О чем думаете? Нормально тебе предложил. Вить, не мешай, поговори с ребятами и пойди. На повелет? Да, на повелет. Четверг. Еще пару баллов, и мы скажем адрес. Можно просто назвать, извините. Тебе это ничего не даст. Там просто замолкнут. Там подвал. А, да? Поэтому все наши. Они не выходят отсюда. Так. Мы предполагаем, что вариант 3. Митинги и протестные голосования в Москве. Это неправильный вариант. Мы переходим к вам. Что они сказали? 3. А слушать надо было. А все. Витя, тихо. Митинги и протестные голосования в Москве. Мне кажется, что зона псевдоримия, Яндекс, сильно наши русские. Да. 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 Зона псевдоримия. Возможно. Что? У нас есть такая версия, что пользователи России, которые пользуются, в общем-то, Яндексом, менее всего волнует, скажем так, тема зоны 51. И это неправильный ответ. У нас есть еще попытка, нет? Внимание на экран. Как ни странно, это Евровидение. Евровидение 2019 по статистике Яндекса не вошло в топ-5. А вот в русскоязычном Google Евровидение вошло даже не в пятерку, а в тройку самых популярных запросов. Другая аудитория. Мы переходим к вам. Давайте выберем тему для конкурентов. Защита информации. Защита информации. Что ж, мы сразу с козырей-то пошли, а? Итак, внимание на экран. Закончите цитату Евгения Касперского. Надежно защищен только... Мертвый. И вот без этих ваших? Неправильный ответ. Как целую? Нормально, а ты еще работаешь, учишься, машину водишь. Нормально. Просто в другом порядке. Итак... Говори. Мне одобрение дали. Надежно защищен только мертвый. Нет. Переходим к вам. Думайте, что это Касперский. Мы не можем дословно, возможно, воспроизвести, но смысл передадим. Надежно защищен только выключенный компьютер. Знаете что? Вы сказали не дословно, а слово в слово. Это правильный ответ! Надежно защищен только выключенный компьютер. А мертвый компьютер надежнее защищен. То же самое? То есть, ты бы скорее хотя бы мертвый компьютер, возможно, защищал бы, но бы скорее просто мертвый. Я не договорил, ты меня перебил. О, спасибо, пожалуйста. Ну, Куча, ну что начинается? Давай уже. Блин, ну ладно. Ребята, у вас компьютер и общество. Компьютер и общество. Это прекрасная тема. Ну, давайте перейдем к этой теме. Тема компьютер и общество. Закончите цитату Билла Гейтса. У моих детей, конечно, будет компьютер. Точка. Трое и точка. Типа. Это хорошее. У твоих детей, конечно, будет компьютер. Не знаю, как у вас. Причем он тут искал родителям, которые не хотели его покупать. Да. Опять же, не дословно, но попытаемся. У моих детей, конечно, будет компьютер моего производства. Или компьютер Майкрософт. Нет. Переходим к вам. Может быть, не смерть, но без интернета. Что, типа, чтобы дети... Только давайте бесточки просто. У меня здесь точно будет компьютер. Ну, без интернет. Как вы думаете, какие еще варианты? Ну, это вариант. Других вариант. Компьютер и общество. Тема. У моих детей, конечно, будет компьютер. Ну, не скоро. Но у меня не будет детей. Тоже хороший вариант. Давайте скажем, без интернета. Па-па-па. Так. Я вас слышал. Ну, когда... Ты сказал, когда у него не было либо детей, либо... Компьютера. То есть, это как могло происходить? То есть... А мы рассуждаем. Все. Сидит? Все. Константин, побудь Биллом Гейтсом. Давай. Вот чистый изрубленный. Отыгрываем. Отыгрываем. У твоих детей нету сейчас компьютера. Я спрашиваю. Я так себе вижу. Билли! Да! What's going on? What? I'm your kids. Мне надо закончить. У моих детей. Вот так же. Вот, Игорь, что можно. Как долго есть. У моих детей, конечно, будет компьютер. Все. Итак, но правильный ответ. У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым делом они получат книги, друзья мои. Это не связано с первой частью. А почему бы там, ну, целую книгу после этого цитаты не заделать? Тут всего шесть слов. А где второй абзац того, что он сказал? То есть у меня будет компьютер, но первым делом, то есть по идее, так, закончить фразу. Я бы хотел приобрести книги. Кстати, вот список топ моих самых популярных и любимых книг. Мы можем сейчас переграть. У моих детей, конечно, будет компьютер, но после первичных, вторичных, половых признаков. Это вообще не связано. У моих детей, конечно, будет компьютер и руки. У моих детей, конечно, будет компьютер и право голосовать. У моих детей, конечно, будет компьютер и черные друзья. Ребята, приходите на нас в четверг. Мы готовы подкинуть, уж не знаю, насколько это будет подставой для команды соперников, тема «мобильная связь». Вот это подстава! Тема «мобильная связь». Ну что ж, друзья мои, внимание на экран. А у меня дисковый телефон. Почему на вышке «мобильной связи» одного оператора установлены три антенны? Пара-пара-пам! Есть вариантик. Так, ну-ка давай. Подожди, ты пока не слушай. Все, я не слушаю. Видишь, если посмотреть, вон там нарисованы как раз сотые ячейки, да? Там одна точка имеет три луча. И что? Ничего. А тут Трентон и, блядь, девять лучей! Типа, нет, типа, она в каждом строй, понимаешь? Нет, типа, вышка сотовая, мобильная связь. Так, почему она с нами три антенны? Я представляю, что где-то сидит... Время. Ну как? Смотри, три стороны свет? Нет. Тише, ну правда. Так, три антенны. Стоп! Тихо. Она херачит в три стороны. Три света в повести. Она херачит в три стороны, потому что, вот видите, вон там вот... Да, смотри, что это значит? Она херачит в три стороны. Она херачит туда, туда, туда. Но только, сука, не во мне домой. Это реально законченный ответ? Это было лучше. А то у меня мегафон не ловит дома. Сука. То есть, сота, сота, она шестиугольная. Для того, чтобы образовать соту, нужно из точки три луча. Какая сотовая? Ну сотовая связь. Сотовая связь. Может, ты собираешь мед оттуда? Итак, знаешь, что... Три стороны. Все, пошутили, пошутили. По 0,5 за каждую шутку получили? Нет, мы правильный ответ. Нет, отвечаем правильно. Видите, это же правильный ответ. Ну, это же правильный ответ. Да, в общем, это правильный ответ. Она херачит в три стороны. Потому что одна антенна позволяет покрыть сектор в 120 градусов. Для полного покрытия нужно три антенны. Ваши аплодисменты. Вообще нет ответа. Три стороны четко нужно, чтобы сотово организовать. Три стороны четко нужно, чтобы сотово организовать. Давайте подставу, ребятки. Давай, на видеохостинг. Видеохостинг, переходим к видеохостинг. От какого количества подписчиков можно получить понетизацию в YouTube? Ааа, я не помню. Давайте поднимаем. От тысячи. Сейчас, по-моему. А, раньше было по барабану. Раньше было по барабану. Раньше было не важно. То есть, либо от тысячи, либо от десяти. Так, так, так. Я слышу. Я этим уже равно не зарабатываю. Давайте от... От тысячи подписчиков... Правильный ответ! Нет. Правильный ответ! На ваш аплодисменты от тысячи подписчиков. А почему ты меня прервал? Ты боялся, что я скажу от тысячи и одного? Из-за валют. Так, давайте выберем. Хуже тема нам выбрать. Компьютер или компьютер? Давайте еще раз. Компьютер, I think so. Компьютер, so your thing's right. Oh, yeah. It's good. It's good idea. Thank you, bro. Окей. Кому принадлежит самый быстрый компьютер нашего времени? Google, Министерство обороны США, компании IBM, компании Microsoft. Точно не мы. По версии кого? Меня. По версии моей мамы. По версии Билла Дейца. По версии Гугла? Google? По версии Министерства обороны, я вас уверяю, вы посмотрите их бюджеты. По фактам. Да. Причем по документам технообороны. Все принадлежит моей жене, ребят. Какой компьютер? Самый быстрый. Но не по скорости быстрый, но по сути быстрый. Что? Не по скорости быстрый, но по сути быстрый. Это отсылки из интернета, забей. Кому ты не понимаешь, Паша. Хусейна Болток. Человек с полюсом. Шутки из интернета, ну да. Так. Так. Ну, поехали. Так. Нет Хусейна, нет Болток. Обороны скользила. А IPM еще существует. Это варь. Да, 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 существует. Так. Я это еще как бы... Ответ. Время закончилось. Подожди, а это вообще не честно. Ну, согласен. Ну, то есть в раунде подставок должны быть вопросы, где нет выбирать. Мы сейчас выберем один, им перейдет в ход, а им уже выбирать из трех. Когда? Таким же методом мы... Пересмотреть, ребят, ребят. Пересмотреть, ребят, ребят, ребят. Пересмотреть, ребят, ребят. Пересмотреть, ребят. Давай подсказку. Выйдите еще. Подсказку. Ты нам про подсказки, кстати, не рассказал в начале игры. Да, можно писать написать. Подсказки, красавчик. Это не Хусейн Болт. Итак. Ваш вариант. Это Садам Кузей. Так. Я, как капитан, отвечаю. Давай, Костя. Что я отвечаю не знаю. Но. До гуглу. До гуглу. Да нет. Да ну и по. Перейдем к вам. Перейдем. Перешли? Да у них шансы выше. Пусть они первые отвечают. Давайте так. Мы предполагаем, что самый быстрый компьютер нашего времени принадлежит Министерству обороны пока что США. Ра-си-я. Ну что же, давайте проверим правильный ответ. Ответ. Самый быстрый компьютер на сегодняшний день. IBM Summit. Это огромная машина размером с два баскетбольных поля. Он имеет объем памяти более 250 тысяч терабайт и скорость вычислений в 20 тысяч раз больше, чем у самых современных игровых компьютеров. А знаете почему? Так написано. Потому что они ничего не придумали цифру. Которая это. В 20 тысяч раз больше, чем у современных. Блин. Что это? Паш, знаешь какой ответ? IBM существует. Итак, друзья мои, подводим итоги третьего раунда. У команды Upper Net 3 балла. А у команды Line and Stormwind 2 балла. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Переходим к наказанию. Давайте выбирать. Давай. Да? Да. А вы готовы? Давай. Ну давай посмотрим. Ну давай. Ну давай. Про три очки. Так, подожди. Это а... Переписочки. 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 Ты все еще надеешься, что там такое ударение, да? А можно... Нет. Переписочки. Что ты думаешь? Переписочки. Переписочки. Это в тему берем. Ну давайте теперь про три. Про три очки. Про три очки. Про три очки. Отлично. За 60 секунд участники должны угадать знаменитостей, которые скрыты под смайликами. Классно. Готовы? А вот мы и на свадьбе. Позовите мою бабушку. Мы и на свадьбе. Абсолютно правильно. Поехали. Первая картинка. Петросян. Петросян, правильно. Вторая картинка. Да вы что? Нет, Див Джобс. Див Джобс, правильно. Киркор. Правильно. А, Ивлеева. Правильно. А, Дурик. Правильно. Маска. Правильно, друзья мои. Ваш аплодисмент. Вы выиграли. Вырвали просто этот балл. Я вас поздравляю. И теперь со счетом 5-4 побеждает команда Апартнет. Ну что, дорогие друзья. По итогам сегодняшней игры команда Апартнет побеждает и получает свое заслуженное золото. Ну и вы, ребят, не расстраивайтесь. У нас тоже есть для вас подарочки. И это серебро. Заслуженное. Почетнейшее второе место. Ну а я напоминаю, что с вами было шоу-авторизация. Шоу про интернет и для интернета. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Ну и, конечно же, с вами был Виктор Бутусов. Живите, любите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok